В красный день 7 ноября мы с вами собрались здесь, будучи наследниками тех великих изменений, произошедших в мире почти 100 лет назад. В седом 17-м году на планете произошли коренные, фундаментальные изменения. Впервые в истории человечества было провозглашено государство простых людей, рабочих, крестьян, интеллигенции, всех граждан доброй воли. На одной шестой части суши появилась страна, стоящая на защите прав человека от труда, гарантировавшая ему бесплатное и всеобъемлющее образование, медицинскую помощь, квалифицированную работу и спокойную старость. Сегодня все те гигантские победы советского строя незаслуженно замалчиваются. Нынешние молдавские власти научились лишь обличать и поливать грязью то, что они сами выстроить не в состоянии. Дорогие друзья, революция 1917 года реализовала многовековую мечту человека труда. Он стал уверенно смотреть в свое будущее, он отвоевал и получил свое право достойной жизни. Именно эту мечту сегодня растаптывают Филат и Плохотнюк, Лянка и Лупу, Гуцу и Гимпу, Дадон и Тимофти и многие другие. Правящая коалиция, этот антимолдавский альянс за евро, как многоглавый дракон, пожирает республику, высасывая из нашей страны последние соки. Владимир Ильич Ленин говорил, что, цитата, сказать неправду легко, но чтобы доискаться правды, необходимо иногда много времени, конец цитаты. Пять лет так называемого либерально-демократического правления – достаточный срок, за который мы с вами стали свидетелями десятков и сотен скандалов, безграничной коррупции, заказных судебных дел, воровских сговоров, разгула, бандитизма. Сегодня мы все, не будучи большими специалистами, можем представить, куда скатится Молдова, если этой власти дать еще хотя бы один год правления нашей страной. Уважаемые товарищи, борьба за процветающую Молдову подходит к решающему моменту, и мы готовы отстоять республику полиэтничного молдавского народа, освободить страну из оков предателей, воров и контрабандистов, вернуть ей веру в светлое будущее и дать ей стабильное настоящее. Товарищи, в 2017 году тоже было тяжело. Горела земля под ногами, рушились основы государства, но нашлись и те, кто поднял знамя борьбы за права человека и гражданина, провозгласив достоинство, порядок и процветание народа высшими целями общества. Есть такая партия и в нашей стране. Это партия коммунистов республики Молдова, которая делом доказала, что у страны есть будущее, что молдавский народ является хозяином своей земли, что можно платить пенсии и зарплаты, строить школы, больницы, дома культуры, поднимать сельское хозяйство, развивать науку, не залезая в миллиардные долги, ложащиеся тяжким временем на наших детей и внуков. В 2017 году только коммунисты-большевики были надеждой и опорой угнетенных. Сто лет спустя только коммунисты могут вернуть молдавскому государству стабильность и процветание. Мы обязаны победить 30 ноября. И мы победим! АПЛОДИСМЕНТЫ